В последнее время у меня не особенно появляются идеи по поводу того, о чем мне снимать видео. Сейчас вот, например, занялся извлечением информации из своих старых компьютеров. Это у меня относительно недавно собранный ретро-комп. Как видно, ретро на нем написано со всех сторон, хотя корпус у него новый, но начинка в нем довольно-таки древняя. Это у меня, по-моему, 533-й Celeron. Как видно, micro-ATX. Естественно, без сетевой карты и, естественно, с USB 2.0 контроллером. Видеокарта F3 Trio. Ничего особенно интересного. Это мой так называемый радиокомпьютер. Машина, в которой у меня хранится некоторое количество старой музыки, которую я раньше любил слушать. Сейчас время от времени тоже переслушиваю. Какое-то время назад подобные компьютеры у меня умудрялись даже вещать в FM-диапазоне через маломощный передатчик, который продается для людей, у которых магнитолы не поддерживают линейный вход. То есть, втыкаешь в телефон или в какой-то другой источник звука, в котором еще есть выход на наушники. И он транслирует это на расстоянии нескольких метров вокруг себя. Передатчик в FM-диапазоне. Ты настраиваешься на эту волну при помощи радиоприемника и таким образом ловишь звук. И у меня примерно на территории моей квартиры стены довольно хорошо глушат этот сигнал. Но, тем не менее, ловилось мое собственное радио. Ловилось приемниками типа вот этого устаревшего девайса. Как видно, я им давным-давно уже не пользуюсь. Тем не менее, архив хранится. И недавно я выяснил, что у меня повзрывались конденсаторы на этой материнской плате. В четвертый или в третий раз. То есть, главная проблема подобного компьютера, его проклятие, это мертвые конденсаторы. В радиокомпьютере у меня уже, по-моему, третья материнская плата сменяется. И долго они не живут. Даже несмотря на то, что в последнее время эти машины не включаются постоянно. Не вещают радио 24 на 7. Тем не менее, вот сейчас в этом компьютере, несмотря на то, что я уже заменил конденсаторы по 5-ти вольтовой линии дважды. По 12-ти вольтовой линии на этой материнской плате все конденсаторы заменены на новые. Но подохли мелкие конденсаторы в самой звуковой карте на аудиовыходе. Один канал перестал работать. Передатчик, правда, монофонический, но все равно это просто первая ласточка того, что откажет и второй конденсатор, потому что они одинаковые и пришли от одной и той же фирмы. Компьютер этот будет почиен, но пока на время. Мне его нужно зарезервировать, и поэтому я собрал ему на замену вот такую вот интересную машинку. С очень-очень необычным миниатюрным корпусом, который мне удалось выловить на озоне. Что-то где-то за тысячу с копейками. Продавался он абсолютно короткое количество времени, и его смели практически сразу. Я умудрился урвать два таких экземпляра. И позже я умудрился также абсолютно по дешевке за 500 рублей достать к нему материнскую плату. Довольно интересный корпус тем, что он закрывается над замокой. И вот внутри сидит вот такая вот материнка примерно того же времени, что и эта. Но вроде как конденсаторы здесь получше. Вздутых нет. Это у нас 733 Celeron. Таких машин у меня две. Две подобных материнских платы, два подобных корпуса. Один я собрал и протестировал. Это я делал на неделе. Видео об этом не снимал, и на самом деле очень рад. Потому что возни с ним было довольно много. Когда, как оказалось, все проблемы этого компьютера в плохом контакте памяти с разъемом. Эффект картриджа для Dendy. Окислились контакты. Вытащил, вставил несколько раз. Все заработало нормально. Но пока я этого не сделал. У меня были проблемы с установкой операционной системы. Если у вас при копировании на жесткий диск, на котором заведомо нет бэтблоков, не копируются файлы. То есть, в определенный момент он пишет, что он не может произвести запись. И при этом у вас 100% рабочий CD-привод, рабочий жесткий диск, рабочий IDE-шлейф. Рабочее все. Если тестировать отдельно, но если оно собрано вместе, ищите где-то проблему с контактами. Скорее всего, в памяти. Эта материнская плата происходит из Compact Desk Pro. Что самое смешное, несмотря на то, что она Micro ATX, существует две ревизии этого корпуса. Две ревизии этой материнской платы. Вернее, два разных компьютера, в котором они стоят. Одна десктоп, в котором, не помню, по-моему, не использовался райзер. Но десктоп такой миниатюрный. И десктоп именно размером Micro ATX. Но Tower, типа вот этого. Эта материнская плата почему-то стояла в Full Tower. В Full ATX. В Full ATX корпусе. То есть, в Micro ATX корпус я эту материнскую плату ставлю впервые. Посмотрим, что из этого получится. Что ещё здесь? Пока 256 МБ оперативы. Видеокарта GeForce 2 MX200 с 64 МБ на борту. 40 Гиговый винт более чем достаточно, чтобы сохранить музыку изначально в не очень хорошем качестве. Спереди дешёвый за 200 с чем-то рублей 120-мм вентилятор с зелёной подсветкой. Абсолютный дешман. Дешманский блок питания. Что-то порядка 800 рублей. Более чем достаточно, чтобы запустить такой примитивный компьютер. А вот второй жёсткий диск к нему лучше не цеплять. Сдохнет проверенным. Как бы в любом случае не очень надёжная вещь. Но лучше использовать с компьютером, который будет постоянно включен, новый блок питания, чем старый бэушный. Потому что есть велик шанс, что с ним произойдёт то же самое, что произошло с конденсаторами на этой материнской плате. Ещё интересная подробность. Немножечко нестандартная заглушка ATX на заднюю панель. В принципе, практически то же самое, что на всех материнских платах того времени. Но геймпорт на звуковой карте заменён вторым компортом. То есть, когда компакт производили эту машину как рабочую станцию, они однозначно были уверены в том, что никто на ней не будет играть. Поэтому они даже не поставили сюда геймпорт. То есть, это продавалось как офисный компьютер. Встроенная видюха Intel. Здесь, слава богу, есть GP. И, по крайней мере, он нормально работает. В отличие от других компьютеров, с которыми я возился. Поэтому компьютер получился даже более-менее нормальный. На нём, в принципе, можно поиграть в такие не особенно тяжёлые компьютерные игры начала 2000-х. Ну и вот, в общем-то, всё, что мне нужно, чтобы собрать резервную копию этого компьютера. Такая же самая материнская плата, тоже с компортом. Звуковая карта GeForce 2 MX 200, но 32 мегабайта. В принципе, сойдёт. Какая разница? USB-контроллер. Заглушка, напечатанная на 3D-принтере. На 3D-принтере я потихонечку превращаюсь в профессионала. Если у меня чего-то нет, я начинаю это что-то делать. Что, скорее всего, означает, что мой канал нужно уже закрывать. Потому что этот канал был про то, что люди могут делать без подобных сложных устройств, типа 3D-принтеров. Ну, канал в любом случае будет через какое-то время закрыт, потому что это один из самых последних компьютеров, которые мне нужны. Я ещё собираюсь собирать вот эту машину. Но в основном я переключаюсь на использование этих компьютеров. То есть, перекодирование музыки, хранение, старые компьютерные игры, прочие подобные вещи. И, на самом деле, съёмка видео мне несколько мешает процессу, как минимум отвлекает. Поэтому постить видео в ближайшее время я буду гораздо менее регулярно. Зима, освещение стало гораздо хуже. Сейчас середина дня, но мне приходится снимать при свете. Никакие студийные лампы, никакую качественную видеоаппаратуру я точно приобретать не планирую. Этот канал, это я фиксирую своё собственное хобби. Моё хобби не снимать видео, моё хобби собирать старые компьютеры, а точнее даже их использовать. То есть, сборка компьютеров, то, про что я снимаю видео, это побочный эффект моего хобби. А съёмка видео это побочный эффект сборки. Поэтому неудивительно, что я не уделяю особенного внимания тому, что я делаю и тому, что я выкладываю с точки зрения видео на своём канале. Ладно, извиняюсь за трёп, жму паузу и начинаю собирать эту штуку. Вот он корпус, ничего особенно интересного, довольно-таки лёгкий. Китайцы, наконец-то, начали экономить на пластиковых мордах, что мне на самом деле импонирует, потому что вот эта металлическая штуковина больше всего напоминает, я не знаю, там, советский автотрансформатор 60-х годов. Прикольно и необычно, и я бы сказал, что это моя эстетика. Пара трэшовых наклеек, и оно выглядит так, как оно должно с моей точки зрения. Винтики, шлифы, ничего интересного. Две кнопки включения. Это Power и это Power. Это Reset, и, к сожалению, она не работает с этой материнской платой, потому что здесь проприетарный коннектор, и на нём рядом с ножкой Reset находится ножка 5 вольт. А он Active Low, соответственно, ему нужно замыкаться на землю. И земли рядом нет, поэтому кнопка Reset здесь не пашет. Кнопка Power, обе кнопки, которые слева и справа, они запролелены и выходят в один и тот же коннектор. Было бы прикольно в одну из них встроить кнопку Turbo, но для этого, скорее всего, потребуется найти несуществующую в природе материнскую плату стандарта Micro ATX с турбокнопкой. Вот вентилятор, который я собираюсь использовать 250 с чем-то рублей на озоне. Дует, не гремит, в принципе, сойдёт. Есть довольно яркая подсветка, шёл в комплекте с видиками, что ещё нужно. Чтобы вставить эту заглушку, потребуется применить некоторые усилия, она не очень хорошо смоделирована. Первый блин комом, но, в принципе, сойдёт. Почти собрал. Хорошо, что можно подсмотреть расположение коннектора во втором таком компьютере. Есть предположение, что я перепутал HDD и Reset, и именно поэтому Reset не работает. Посмотрим. Ну и вот он девайс, включился сам, просто после втыкания питания. Работает ли Reset? Нет. Ну и шут с ним. Опять та же самая проблема с памятью. Зависла на подсчёте на 183 мегабайте. Планка по 256. Надо будет чистить контакты. После этого должно всё завестись и заработать. Вот так довольно неплохая машина получилась. Посмотрим, насколько долго она проработает. Если что, у неё есть резервная копия. Я на расстоянии одного и две шлейфа, чтобы закончить сборку. Он приедет только на следующей неделе. Наверное, на этом всё. Не знаю, о чём было это видео, но спасибо за просмотр.